немножко пропадаете немножко с проблемы со связью какие-то так лучше меня слышно хорошо слышно и видно очень хорошо мне вас тоже до решился все таки я вам написал что завтра но решился сегодня как бы сама позвонить потому что время завтра может не быть потому что тут все распределенно едет гость важный из москвы летит специально командированные суда знаю знаю шахматов сейчас готовится тут как я я правда не знаю предысторию почему кстати тоже вот интересно почему летит к вам я просто слышал вот буквально недавно ролики смотрел и вот летит вот что-то там кто-то рассказал журналист и там и владимир головин священник одного сильно притесняет и сам с него сняли знаю знаю головина и теперь почему-то решили что надо самой встретиться какое мое отношение а люди там завидуют ругаются там у меня неприятели только черный список за 8 месяцев мне пришлось занести 9000 человек вообразить и примерно 220 роликов в интернете против меня направлены про полностью всякие издевки делает как огонь горит почему у них ничего нету страх навел господь это есть такой был философ оскар уальд и он говорит я вас прочитал так много клеветы что теперь я несомненно знаю что вы очень хороший человек раз только лжецов вокруг это чего бы не ради лезет а на тебя все и на этих я честно говоря очень рад что вообще с вами связался и хорошо что видно бог вот так свел тоже с вами потому что ну наверно ничего просто так не делается ведь так же правильно не случайностей не бывает так же ну как бы повыше голову держите подбородок срезается вот так хорошо а то не уползайте вниз вот и как бы ну я считаю что что случайности не бывает вот что и я на вас на вас вот вышел и вообще на ваши ролики и немножко узнал вашу историю жизни а с тем количеством трудов которые у вас на сайте честно говоря выложены я вообще вот вот сейчас я конкретно я я удивлен я даже не знаю как это сказать это титанический труд проделанный вот я даже скачивал ваши толкования вот да к евангелии вот там в трех томах вот ну начал там но только вот начал стал команд потому что много чего непонятно вы уже читали что я только единожды прочитал и не далеко не все ясно вот и иногда там мне даже такой как противоречия какие-то вот могут возникать у допустим там как написано кто в общем возлюбит больше меня там матери ли отца своего или там брата своего дословно не помню смысл вы поняли да вот то есть как бы что ну такие вот как бы как не этого толковать как не это понимать было что господь от нас требует отказаться ну так вот даже а сейчас наверное все таки пытаясь мозгами не душой я не могу скажу душу это мозгами пытаясь понять это принять вот как-то с течением времени ну не знаю вот как в общем вы понимаете что я хочу сказать вы сказали мое толкование моего толкования как раз и нет никакого это толкование блаженного эфилакта он толкует заканчивает посланием к евреям а тут впервые за 2000 лет издана в одном издании в трех томнике с откровением с апокалипсисом толкование по всем святым отцам которые сделал собрал вместе отец геннадий фаст моего нет мои там комментарии есть усиливающие на эту тему а я дальше вставляю еще что феофан затворник сказал по этой теме я не толкую ни одного слова я но прошу прощения за неправильное понимание я подумал нет 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 ну кому надо уцепиться кому не надо не уцепиться такое дело то есть господь поставил говорит всем сердцем и зубе отца бога всем умом всем сердцем а человека как ближнего как самого себя вот ответ весть в этих заповедях если они препятствуют родители там жена нет не препятствует препятствие значит к вам это не относится речь об этом делай выбор или ты со христом или уматывай отсюда вот тогда человек должен сделать выбор подняться и проститься по-хорошему и уйти и на птице скажите пожалуйста вот на самом деле вот непраздный вопрос я думаю я вы опять опять вниз ушли надо вот 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 стесняюсь честно говоря потому что запись идет и как бы мне непривычно я вам писал что первый раз смотрите на это вот смотрите я наверное озвучим может вопрос волнующих многих я не не помню было это у нас у вас точнее озвучивалась нет вот допустим смотрите я взял вот этот ну решил когда получал гражданство до российской федерации я вам написал там вы видели что параллельно думаю ну сразу закажу значит загранпаспорт себе понятия не имел вот сейчас но это оправданием неоправдание нас тут все видит как бы вот не пытаясь оправдываться скажите пожалуйста вот такое допустим это господь может простить вот то что взял вы не против что мы записываем в интернет нет я не против так теперь вы получили загранпаспорт и вам кто-то сказал что там особо фотографирует и там тебе в это время начертания на лоб могут сделать у нас были такие это все думка ник у меня паспорт заграничный мы же проехали до лиссабона скандинавии прибалтику прошли ничего это нет это все выдумка это выдумка вас заблуждение ввели об этом патриархия все давно уже сказала об этом говорил ян крестьянкин я которых знаю только никакой роли не играет никакой щепизации нету паспорт такой же самый как есть никаких знаков на черта не нету а если есть от это не сделаешь крестное знамение а вы креститесь да кричу кричусь ничего нету а ты прям силен толкует когда поставить знак человек не сможет сделать крестное знамение вот и весь ответ да да вы зря вас сожри паспорт вам снова надо будет его теперь получать платить деньги ну я лучше возьмут который если это на 5 лет пугали по неведению вашему это есть люди такие которые начинают трясти там где не надо ничего нету обыкновенный паспорт вернулся положил он у меня лежит паспорт ну еще дальше вот ну если и пусть если возьмут обычный бумажный если он если он такого будет да я согласен в интернете сейчас очень много ну как бы этой темы спекулируют и будущими паспортами электронными ну как бы ведь в апокалипсисе сказано что будет начертание на лоб либо на правую руку и как бы понимаете вот это начинает уже настолько поедать вот мозг и как бы ну захватывает все чувства и что как бы ну получается как как это правильно сказать как язычество какое-то уже что только ходишь об этом чаще всего и думаешь не думайте выбросить из головы перекреститесь и все на этом кончилось куда не надо то сатана уводит в сторону главное главное вы заботитесь о том чтобы благовествовать людям о христе рассказывать жизнь свята по заповедям а бумажка какая-то это печать какая печать когда антихриста нет еще не может быть одна печать ходить а хозяина нет у ней это ложь когда он придет и первые три с половиной года только подготовительный период будет еще события для одной и два произойдут это рядом но я слышал такое что опять-таки тоже видел что он вроде как родился восемьдесят девятом году и в херсоне женщина акушер рассказывала не могу сказать вам автора канала но она стояла спиной к окну ее с затылка снимали рассказала младенец родился и мужским басистым голосом человеческим сказал антихрист родился вот такой вот я не знаю где ну где-то я говорю вот такое слышал и в общем что от этого немного уже голова чесная ли кругом идет и царева королева это все еврейские фамилии это они все берут на себя я не может специально распространяют это вполне может быть вот ваши слова в точности бьются есть такой человек сергей карев ну я думаю вы наверняка знаете да да часто вот иногда тоже его смотрю ну с его словом говорит что он в свое время был и в духе и что ему открыто было какое-то время до определенного момента пока он лишился благодати той который вот и как бы вот он рассказал он тоже говорит об этой царевой вот о том что это все что если господь он не позволит этого сделать что он всех нас очень любит и скажет запретить своими устами как-то так конечно рассказывает не всегда понятно он рассказать рассказать потом раз в сторону уходит ну то есть надо привыкнуть к этому но в общем и в целом смысл ясен и понятен вот ну как бы вы там много еще об этом пишет воробьевский юрий ночью пишет одно и то же повторяет я этой теме отдал свое время 14 лет а массу а протоколах все что было до революции изданы в советское время и за границей все материалы обработаны и найти тихо а у меня просьба вам вы в скайпе здесь ссылочка если вам несложно сможете ссылочку скинуть ну то что вы сейчас говорите там на солнце и прочим чем или этого все на сайте если на что тут говорит я не знаю о чем говорит так она ничего нет и говорить не о чем нет нет я говорю о том что вывод не скинут это она на пленке было написано катушки а на катушке не оцифровано это нету даже я думал может вас взятов кгб и там все стирали они резали по частям потом получил кое-что этого ничего нету то есть я знаю как события дальше будут развивать и на какой версии истории мы стоим но никакой опасности сегодня нету вот они сделают электронные паспорта ну и что сделаны трудаши то что сделали облегчили это все подготовка идет до подготовка но это не является ни начертанием зверя там написано не продать не купить мы у нас нету и мы продаем покупаем нельзя дать и купить будет то есть с голоду умрешь а сегодня иди покупай хоть весь магазин были бы денежки понятно а вы скажите пожалуйста может вам боль может нам это открыто может как вообще этот будет этот процесс все-таки вы более просвещенный в этом человеке и ближе к богу стоите а каким образом я должен ослабить как это человек где-то будет в определенном месте какая-то система будет установлена и насчет отрекаешься подписываю что я отрекаюсь от христа за христа его не признаю христос настоящий верусалиме сядет антихрист говорит анти и будет выдавать себя как бог выдавая себя за бога второе послание пистоникистам 2 глава 4 стих вот как будет и как знак отречения сегодня тебя никто не спрашивать я паспорт получала христе и речи нету то есть а человек он должен он буду будет понимать что он подписывать либо он будет подписывать но не знает что там допустим в этом документе написано то есть это как не написано это четко и ясно будет ты не будешь в это время господь отступает и никогда не будешь молиться рукой не перекрестишься тебе это все не надо будет что будешь только умом туда там правитель который дал мир по всей земле вот настоящий бог когда ленин ленин здесь почитали его не говорили вот настоящий бог его слушали но даже гитлера это везде признавали уже за бога наполеона то есть то есть показателем того что человек чтобы и зрители тоже понимали да то есть вот показателем того что человек не со христом окончательно он не сможет как как факт ну как как последствия не сможет перекреститься на себя крестное знамение наложить серен говорит с этой целью будет ставится на правой рукой на щело правой рукой мы крестимся и ставим на щело просто и просто человек не сможет этого сделать как отрекается еще буду крестить это его не заставишь можно подписку чтобы не крестился вот меня вызвали что-то там было я не знаю это уже в лагере начался хорошо относятся то это почту мне отдавали только лично в руки и политотдел там кудеринов кажется фамилия его а рор режимно-оперативно работник майор дулубаев зверь зверем разговаривали а я сижу и перекрестился не крестить рукой на меня я не еще не говоря 5 он меня рукой вот так скользко не ударила только тот как сразу как загрогател тот этот сразу да это отдых ты по-славянски считаю что причем по-славянски то есть ему сразу я знаю что он сказал он сказал кгб приезжала сказала пальцем не трогать и он сразу попятился зверь зверем и он понял его сразу сметут нет так вы оказывается по-славянски умеете считать залебезил залебезил зверь ну да но они уже не сделает ему не позволено он бы не делалось ими не давно было свыше свыше дается пилата господь сказал если бы недавно было свыше ты не был власти надо мною на так мы знаем это и слово божие поэтому сейчас вот придумали земля не шар а плоская я тоже это видео смотрел и такой и такие опыты как бы с одной с одной стороны убедительные даже как бы показываться но так их трактуют как бы там в точку удаляется что это горизонтом что это не искривление земли ну в общем развод для приезжих грубо говоря плоская и америка здесь солнце горел об одинаково на всеми у нас помощь а у них полдня еще тут непонятно то что где они под землей раз не находятся то а то что говорят там с мкс снимает допустим тоже да что эта камера рыбий глаз но вы был объектив линза стоит как бы и что это что земля дискать смотрите плоско а вот этот объектив создает эффект закругленности земли в общем я предлагал города и поедем когда застынет байкал а вот там ветра нету она гладкая вот 4 километра 800 метров мой рост метр семьдесят два если там положим на 2 на 2 метра красная как материя рамка я ее вижу отхожу 100 метров меня не видать на табуретку стою вижу вот и все это значит горд за горбом не видно ну конечно конечно есть закругленно корабль плыл на мачту зачем залазали чтобы издалека увидать землю она горбом земля то раз она шар и в библии написано шар говорит на всем земном шаре ну да ну ведь даже в самолете поднимаешься летишь в обычном гражданском самолете но видно же сразу закругление земли там 7000 метров восьми пока еще там до облаков ну видно же уже земля закругляется с такой-то высоты я могу вам даже прочитать сейчас здесь третья книга ездры 11 если не ошибаюсь 32 стих смотрите это голова это третья книга ездры в библии 11 глава 32 стих это голова устрашила всю землю и владыществовала над обитателями земли с великим угнетением и удерживала власть на земном шаре более все крыльев которые были власть на земном шаре перевод неправильно еще как-то узнал что неправильно ты оригинал знал нет да и найти техники знаете чего еще хотел спросить ну не знаю в общем ну говорю так как есть значит не реклама не реклама канала в общем канал три семерки то ли две семерки вот там значит такой лысоватый мужчина он говорил что господь отнимет свое слово путем того что будет перепечатываться библия и подменяться и соответственно человек который ее не читал а я не читал ее полностью я только евангелие читал один раз вот и соответственно сравнить не с чем будет сопоставить человеку что вот таким образом господь попустит отнять это ничего не попустит в библии написано господь сказал я бодрствую над словом моим христос говорит небо и земля исчезнут предать ни одна йота и кратко ни одна черточка не исчезнет чего непонятно человек сказал где он человек не известно где христу мы не верим христос сказал сейчас одну секунду еще тут хотел вас спросить пользуясь случаем ночь где-то здесь сейчас смотрите у меня есть библия я недавно у родителей забрал лежала у них значит она у меня издать издательством издательством финляндия финляндия финны вот и от двух тысячного года это ничего страшного написано принтер напечатано в финляндии написано на английском я просто перевожу print and in finland то есть книга напечатано в издании возможно что это жить я вам данные дам сейчас я открыл материал возьмите ручку запишите две строчки сейчас я отвлекусь буквально на 30 секунд соберу здесь книги у меня с полки почему-то упали я потянулся забили все попадали почему остальные духовный сейчас так даже записать некуда и записать то ну в принципе в библии черта черточка встречается 3440 раз 3440 запишите это я потратил сколько времени пока вывел это все 3440 это это что такое встречается черта черточка 3440 роз и к это и кратко буква играться 26000 055 26 так теперь матфея 518 доколе не предет небо и земля ни одна иота или на одна черта не пройдет из закона пока не исполнится все его то смысле и краткая вот это да да я могу на стать вся ближе с не каноническими книгами можете записать данные 77 книг вся библия запишите объем вся библия с не каноническими книгами 77 книг а баптиста 11 выбросили еретики у них 66 77 тысячу 361 глава 1361 глава и дальше 37000 записывайте 37 082 стиха запятая 669 тысяч 284 слова дальше 3 миллиона 172 тысячи пятьсот двенадцать буквы вот такая статистика это вы чем все посчитали что им конечно а вот не надо ролик сами говорили до миллиона до миллиона посчитать то сложно как считает с аппаратурой а с аппаратурой конечно конечно я думал так будет 3 миллиона сидеть читали тоже подождите что имеется ввиду вот вы сказали сколько там книг 77 книг что что имеется ввиду никаких книг я не пойму что за книги но допустим вот у меня по порядку вот это я просто думал вот таких вот каких-то книг 27 книг 260 глав 27 тысяч 955 стихов 7 955 до 29 тысяч сто двадцать девяносто шесть слов 2590 и 612 тысяч 909 букв 612 909 теперь дальше еще небольшое данное слушать ее насчитанное у меня начитки я знаю восемьдесят девять часов восемьдесят девять часов пятьдесят пять минут тридцать восемь секунд секунд у меня насчитано это 5,2 гигабайта да я скачу 10 гигабайта и 215 файлов принадлежат мне калькулятор подсчитывали тут сидели три человека вот это нужно для того что ни 1 йота не пройдет мы знаем их учет а вот учет для чего я просто не понял для чего мне эти цифры я просто не понял зачем мне эти данные сначала человек записывал я кому-ка корова отвечаю что будут печатать изменит как будто из медика все подсчитано ни одной часочки не уберут а вот эти эти данные это все на дальнем переводе либо в старых словах и на дальние православные 76 года все хорошо спасибо большое это вот это очень полезно и это сама вы торопитесь данные нет ничего я просто хотел показать здесь вот кое-что еще можете записать библии коран смотрите сейчас я выкатываю сюда все так в коране 714 сур глав и 6212 издания 6212 или 6236 аятов это стихов или 6200 сколько 36 36 а я тогда 77 тысяч 639 слов 77 тысяч 639 слов и 554 тысячи 554 202 буквы в русском переводе это все насколько вам зовете можете сравнить сколько букв он меньше нового завета меньше нового завета в одну целый сто шесть тысячных раза 1 целый 1 06 меньше 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 да да меньше нового завета в 1 106 аудио аудиозаписи я даже сейчас вам скажу еще тут много еще написано у меня такие данные 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 а данные такие вот как они говорят у нас одно и то же в коране слово аллах встречается 2799 раз 2799 евангелие 12 раз в евангелии 12 это какое-то слово олара не в коране это что встречается просто прошло смотреть я вам показываю смотрите на меня нам вам видно да я не знаю где показать тут подождите но вижу перевод смыслов и и как вот так и комменты да дальше слово господь встречается 954 раза бог 42 42 милость 240 милость милосердие 228 книга слова книга встречается 115 раз книга тире 115 христиане 15 раз христиане а в библии слова христиане встречается всего три раза может только пометить многобожники 43 раза это христианин 43 43 100 товарищи 100 товарищи 91 раз коран 68 коран 68 до у них слова из встречается 107 раз леса а слова иисуса в новом завете 983 раза мне уже записывать нигде я кое-что вам дал понять чтобы увидели я понял всем сопоставить у меня конечно именно у меня все высчитано сколько раз вот моя интересно мария у них 34 раза мария и у нас новом завете мария тоже 34 хорошо слово израиль и строил 43 раза израиль то библии 2567 а хорошо вот у меня есть библия как не сопоставить сколько здесь вот у меня есть вот эти три миллиона букв 370 512 как я узнаю сколько у меня здесь буквы этой библии я же не посчитаю не смогу она православная библия издания вы знаете я не знаю это мы еще я же говорю двухтысячных год покажите корочку как она выглядит вот так она выглядит мягком переплете и такие тоненькие тоненькие листики сейчас подождите библия ничего нету ну нет это это не православная не православная она вас на 66 книг наверное я могу здесь по этому самому сирахова трех книг маковейский 2 3 езры нету вот да смотрите у меня начинается так 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 и пошла книга ездры книги не имея книга и сфиль иова псалтырь нет ну дальше перед новым заветом какая последняя малахия малахии да все это это сектанты издали православная церковь за две тысячи лет никогда не укорачивала библию никогда это запрещено они делают вольнодумцы нашу библию библия наш перевод православные и корежат еретики ну да я у отца и спросил он говорит я не помню кто кто-то говорит долгарит возможно как эти свидетели его вы горит но библия есть библия откройте в новом завете еще нет откройте я узнаю хорошая или наш перевод откройте в любом месте в любом месте вот от лук на завете в новом ну открыл вот от луки первого попавшихся седьмая глава ну вот 7 глава 7 стих до о 9 стих вот услышав сие иисус удивился ему и обратившись сказал идущему за ним народу сказываю вам что и в израиле не нашел я такой веры это православное все православного не только уменьшили это наш перевод синодальный а ну-ка ветхом завете где-нибудь откройте вот допустим ну там ближе к началу короче ближе к началу откройте где-то там посередине не знаю бытие вот открыл 46 глава до 46 глава 4 стих я пойду с тобой я пойду с тобой в египет и я выведу тебя обратно и оси в своей рукой закроют глаза твои яков отправился из вирсапии повезли сыны израилев и якова отца своего и детей своих и жен своих на колесницах которые послал фараон чтобы привести его тоже 5 перевод православный все раз берите считайте все нормально но только 11 книг здесь нету ну тогда и целесообразно просто взять полную версию купить я недавно только отослал в ирландию библии просили тут купил садил церковную лавку четыре библии отправил туда а посоветуйте пожалуйста издание по чьим изданием тогда взять вот это будет лучше откройте первую страницу у меня да библию посмотрите сама перуги где бытие написано или вообще сам назад раньше прямо от корочки первый фарзат за фарзат за фарзат но у меня здесь написано напечатано в финляндии и с левой стороны библейская лига написано беларусь минск таежная 71 казахстан написано в русском переводе с параллельными местами вот так мне написано напечатано финляндии но это неважно где главное что правильно напечатали правильно во всяком случае те места которые вы прочитали они бы не обязательно свидетели у кого не исказили бы они написали совсем по-другому ну ладно еще кроме вопроса у вас да пока не так что вопрос вот этот самый которым я волновал что вы сказали что вы нас слушались этих никакого значения паспорт заграничный не имеет никакого совершенно никак а то люди придумают они не благовествует у них много времени свободного не копаются каждый раз откуда дух святой исходит вещи которые нельзя не проверить никак надо верить как святые отцы сказали да немало важного просто наших храмов скажите вот тоже все больше и больше людей говорят что уходит там благодать что нет благодать имя это тоже благодать и благодать ты молись я тебе благодать в этом как-то уж берут на себя решать благодать ну как так вот вы тоже во всех храмах были весь советский союз проехали за рубежом и я не мог нигде сказать что там благодати нет это на себя человек лишних берет как это решать у тебя не сваривая желудки а ты куда-то кидаешься понятно хорошо да ясно а что касается то есть и и и причастия то есть в этих же храмах все и только это все конечно все благодатно пока объявлений никакого нет символ веры считается это я могу сказать только то что сами мы видим а так чтобы открыто изменили символ веры да они многое меняют уже там оглашенные за дети убирает и такое есть но ты знаешь где выйди на том месте считай сам воевать не надо ты еще не сделаешь эта система система но без рукоположения никого нету по крайней мере как нам известно то нет я просто говорю то что это муссируется сейчас в интернете вот там там в этом храним в этом храме там то благодать то там патриархов кто-то поминает туда не ходить в общем тоже больше смотреть не ладно так отношения были очень неправильные архиерея моего убрали сейчас дали митрополита у нас как и отец родной а также самой патриархии митрополит сергий ну понятно и вот этим всем раздергали задергали и меня в частности очень хорошее со всеми с католиками с мусульманами везде мы и всем свидетельствуем говорим я понял прощаемся да пока но с вами можно будет же до периодически не раньше чем недели через две заранее напишите я когда скажу можно им сразу заходите хорошо хорошо мы все спасибо спасибо вам большое спасибо христос говорите спасибо христос вот так до свидания вы кричали до свидания